Я видела, как ты переписывалась со всеми. Я всё буду, я буду говорить только правду. Я ни одного слова вранья не скажу. Нет, тоже нету. Да? Только ты не делал один доклад, ты занимался ещё другими вещами. И что? Ничего. А из-за этого стояли дела, из-за этого ты не ложился. А потом ты из-за этого до трёх часов, значит, вообще перестал что-либо делать. И норм. Нет, не норм. Что норм? Давай я перестану на работу, хоть что-то есть будешь. Ты уже хочешь меня заставить работать? Я не хочу... Ты за кота деньги верни, а потом заставляйся. Это твоё дело, Андрей. Оплачивай лечение кота. Ты кота упустил. Оплачивай лечение. Чё ты с ума-то сходишь? Она выпустила. Не надо, ля-ля. Не надо, ля-ля. Почему же у него ушиб лёгких тогда? У него его нет. У него он был. У меня есть все данные. У меня есть заключение врача. У него ушиб лёгких. Почему-то Алисю не наругала в таком случае. А её не за что было ругать. Она сидела здесь, а вот дверь была. Дверь была открыта. Тебе вообще пофигу, что нас могла... Дверь не была открыта. Что нас могли ограбить. Была-была. Но, по крайней мере, кот не через дерьмо. Иди кушай, к столу садись. Андрей, я уже раз сказала. Я хочу спать. Я тебе сказала, когда спать. Садись к столу. Зачем мне идти туда? Затем, что у тебя кривая спина. Почему ты в году не ходила? Впервые за три года тебя это волнует. Ах ты тварь такая. Кто с тобой ездил? Да я не об этом. Меня всё волнует. Меня волнует, чтобы ты своего слова держала, если мама попросила. Ну что ты надо мной издеваешься? Что я тебе вчера компьютер не дала, когда был свободен? Ну что я тебе не так нахуй делаю? Что ты надо мной издеваешься? Тебе не дали вчера компьютер? Не дали! Иди за стол, пожалуйста. Иди, пожалуйста, за стол. А сегодня на сколько ты мне его дашь? На сколько ты сам себе оставишь время? После восьми, с восьми до двенадцати ты можешь его брать. До часа. До двенадцати! До двенадцати! Остался один день до экзамена, всё. Что? Ничего! Завтра ещё надо заниматься. Вот после шестого можешь идти до часа. Вставай, пошли. После шестого могу идти работать, да? Можете работать, закатая на карточку деньги вернуть. А дальше можешь делать, что хочешь. Всё. Мне нужно пять тысяч возместить на карточку. Потому что у меня срок оплаты до десятого числа. Так тебе же ещё и за такси вернуть. Ну, естественно. Ого-го. А кто кота на такси возил? Ты? Нет, не только за это. Не надо мне за такси возвращаться. Я сказала пять тысяч. Не надо мне за такси возвращаться. Тебя тоже летом, когда ты была маленькой, заставляли работать и возмещать за что-то делать. Я сама с 17 лет работала, Андрей. Я сама искала способ маме помочь. Нет, нет, на каникулах. На каникулах я всегда работала. Сомневаюсь. Сомневайся. А ты возьми мою трудовую книжку и посмотри. Сомневатель. Я много старше тебя была, когда у меня ученица Настя появилась. И что? Ничего. Я работы не боялась, в отличие от тебя. Мне пофиг. Пофиг, честно. Все, Андрей, когда у тебя спина будет, здорово, тогда мы поговорим. За стол садись, я тебя уже пятый раз спрашиваю. Ты будешь реметизировать? Это мой комп. Ну и что, что он твой? Он твой свободное время. Нет, это мой комп. Я имею на него... Я имею на него юридическое право. Ты имеешь на него в свободное время. Да, нет, не всегда. Нет, не всегда. Тапочки, я дай мне, пожалуйста. Нет, не всегда. Сначала делай. Значит, обеспечивай нас, потом играй в компьютер, пожалуйста. Чего? Ничего. Мама тоже будет играть в компьютер. Мама тоже сядет и будет играть в компьютер. Хрен тебе пароль, я от него дам. Я буду сидеть. А кто обеспечивать будет семью?